Курбан Айд – один из главных праздников правоверных мусульман, будет отмечаться уже в это воскресенье, 16 июня. Акмолинза активно готовится к важному дню. Существуют ли требования к жертвенному животному и какая ситуация на рынке в наши дни, узнавал наш корреспондент. Из домашних животных для Курбана приносят в жертву верблюдов крупный мелкий рогатый скот. Верблюды или крупный рогатый скот можно принести в жертву за семерых человек, а мелкий рогатый скот можно заколоть только за одного человека. Ещё одна вещь, о которой предупреждают и мамы – деньги, данные в качестве пожертвования, не считаются жертвоприношением. В жертвоприношении обязательно считается кровопускание и намерение. Это называется ваджиб. Это делается во время Курбанайт, когда рождается ребёнок, когда человек попадает в беду. В то же время это сунна пророка. Основание животного делится на три части. Берёшь одну для себя и раздаёшь два остальных. Во время Курбанайта торговля на животноводческом рынке накаляется. Горожанин Танерберген Макишев, который вот уже 30 лет занимается разведением скота и реализацией мяса, в эти дни подготавливает коров, овец и коз к священному празднику. Мужчина рассказывает о своих намерениях продать скот по справедливой цене. Он подчеркнул, что его животные выращены честным и добросовестным путём. Есть скот здоровый, мясистый – от шести месяцев до двух лет, до трёх лет. Есть и овцы – крупный рогатый скот. Цены на овец, например, начинаются от 30 тысяч до 65 тысяч. Считаю, что за 2-3 дня до Курбанайт не стоит поднимать цены. Необходимо показать уважение каждого человека к своей семье, к Аллаху. Не стоит думать, что за один-два дня можно разбогатеть. Цены на животноводческом рынке отличаются. Цены на жертвенных овец варьируются от 50 до 100 тысяч. Корову можно приобрести от 250 до 350 тысяч. Жертвенное животное должно быть здоровым и без изъянов. Зарина Беккалиева, Фариза Сылбекова, Павел Соловьёв, Бекжан Тулебек, Кукщех, Парад.